Уважаемые гости, компания Кудерлен приветствует вас на сегодняшней встрече. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И если вам по какой-то причине показалось неудобно время проведения вебинара, то вы можете попозже немножко вернуться на наш сайт и посмотреть там запись. Мы выкладываем записи вебинаров и возможно еще какие-то материалы вас заинтересуют. Итак, у нас сегодняшняя с вами встреча посвящена, в общем-то, давно хорошо известному виду договоров, то есть аренда транспортного средства с экипажем и без экипажа. На самом деле это крайне интересная тема и говорить про нее можно очень долго, потому что каждый аспект это отдельная практически лекция, которую можно провозить как отдельную встречу. Мы с вами поговорим про настройки справочников в связи с изменением с новыми ФСБУ и другими нормативными актами. Поговорим про локальные нормативные акты, которые предприятию нужно либо составить, либо переделать. Про договора аренды и договора лизинга, про путевые листы. Ну, в общем, постараемся осветить все аспекты этих договоров. Построена наша встреча будет таким образом. Мы будем нормативную информацию смотреть по слайдам, а потом будем переключаться на демо-версию ERP. Сейчас я это делаю вот таким образом. И смотреть здесь уже конкретно, какие у нас документы нам доступны, что надо заполнить, на что обратить внимание и так далее. Значит, снова переключаемся на наши слайдики, вот таким образом. Вот. И теперь поговорим про нормативные материалы. Ну, на самом деле, немножко напомню то, что, так сказать, история балета. На самом деле, здесь можно каждый пункт этого договора, допустим, договор об аренде транспортных средств, разложить на несколько составляющих. Тогда у вас будет шанс не наделать ошибок. И то, что налоговые органы примут к зачету, все расходы, которые у вас связаны с этим процессом. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что при аренде, когда мы арендуем у физлица, если физлицо не эпист, не работает по патенту и не выплачивает какие-то дополнительные доходы, то предприятие наше становится по отношению к этому физлицу налоговыми агентами. И, соответственно, в этом случае учет должен вести в соответствии со статьей 226 налогового кодекса. То есть по НДФЛ. Обратите внимание, уплачивать НДФЛ за свой счет арендатор не вправе. А вот теперь у нас получается есть некоторые документы, которые, на первый взгляд, казалось бы, противоречат самим себе. То есть у нас ведется учет аренды по ФСБУ 25 дробь 2018. Это учет аренды. И там достаточно подробно расписаны, собственно говоря, разные условия, которые касаются аренды. Не применять такие условия мы можем, только если выполняются определенные условия. То есть мы в обязательном порядке применяем ФСБУ 25 с 2022 года и освобождены от этого. То есть можем не применять ФСБУ только в нескольких случаях. Ну, во-первых, если соглашение с арендодателем нельзя отнести к лизингу. То есть по окончании сотрудничества мы не выкупаем имущество по остаточной стоимости, оно принадлежит по-прежнему арендодателю. Если мы не планируем взятый в аренду автомобиль задавать кому-то еще субаренду. И в случае, если мы не применяем ФСБУ, обосновать свой отказ от этого мероприятия, мы можем таким образом. То есть если у нас срок аренды до 12 месяцев, если рыночная стоимость автомобиля до 300 тысяч рублей, или если арендатор имеет право на упрощенный бухучет. Как видите, достаточно несложные критерии, но тем не менее. То есть согласно этому ФСБУ 25.2018 у нас понятие имущество заменено новым объект учета аренды. И, соответственно, они у нас распространяются на объекты, которые отвечают таким требованиям. Предмет аренды предоставляется на обозначенный в договоре срок. Предмет аренды идентифицируется по условиям договора, и мы не можем его изменить до окончания срока аренды. Арендатор вправе использовать предмет аренды для получения прибыли. И арендатор имеет право сам определять, как использовать предмет аренды в рамках его технических особенностей. Ну и, во всяком случае, с 2022 года мы обязаны отражать в бухучете объект аренды, независимо от того, что прописано в договоре. При этом правила для арендатора, если мы выступаем в качестве арендатора, и в качестве арендодателя разные. Это регулируется нормативными актами. Вы видите, они достаточно, по нынешним меркам, достаточно старые. 2019 год. И если мы выступаем в качестве арендатора, то мы не разделяем ее на операционную и на финансовую. И, соответственно, мы отражаем не само имущество, то есть, например, офис, автомобиль, а право пользования активом, то есть ППА. Такая аббревиатура. И на ППА уже, соответственно, учитывается начисление амортизации и, соответственно, другие обязательства по аренде. И обязательно дисконтируются независимо от срока предстоящие платежи по аренде. И с этим связана очень большая сложность, то есть вызывало много вопросов это положение. Но единственное, так сказать, отдушно для некрупных предприятий, что мы можем не дисконтировать платежи, если мы находимся на упрощенном отчете. То есть, если мы имеем право задавать упрощенную отчетность. А это касается, в основном, малых предприятий. И самое большое количество вопросов, наверное, ну и тонкостей связано с отражением договора аренды. То есть, если мы берем в аренду транспортное средство у физического лица, физическое лицо может быть нашим сотрудником, а может быть сторонним, то есть не членом вашей команды. Здесь тонкости касаются именно заключения договора аренды, потому что на него ложится основная нагрузка. То есть, в договоре о аренде мы указываем, естественно, реквилиты сторон, арендатор и арендодатель. И, собственно, описываем сам предмет. И вы здесь вот обратите внимание на такую тонкость. То есть, мы описываем полностью все, что можно написать про этот объект. То есть, мы с вами говорим про автомобиль. Мы описываем марку, цвет, номер, вин. Ну, то есть, информация, которая содержится в этих паспорте. И максимально подробно то, что можно включить из ПТС. Если это не указать, то договор считается незаключенным согласно статье 607 Гражданского кодекса. Но это еще не все, так сказать. То есть, если у нас, ну, например, машина оформлена на члена семьи или на кого-то, на каких-то родственников, то есть, сдает в аренду не сотрудник, а член его семьи, то в этом случае нужно заключать договор на, соответственно, собственника. Ну, соответственно, мы указываем размер арендной платы, порядок расчетов, как будет перечисляться эта арендная плата, то есть, на банковский счет или каким-то другим образом. Очень важный срок действия договора. Если мы начинаем с какой-то конкретной даты, когда мы должны принять автомобиль, то обязательно мы ее указываем. То есть, на дату акта приема и передач, например. И если мы заключаем договор на аренду с физлицом, повторюсь, не эпистом, не тем, кто на патенте, то, соответственно, мы указываем с экипажем или без. То есть, предоставляет нам собственник автомобиля услуги по управлению или просто предоставляет автомобиль, и мы его самостоятельно эксплуатируем. Здесь есть очень большая тонкость. То есть, мы заключаем договор с физлицом. И, соответственно, плата за аренду не облагается страховыми взносами и не является доходом для НДФЛ. А вот вознаграждения за услуги по управлению автомобилем облагаются страховыми взносами. И, соответственно, лучше всего, конечно, два договора заключить. Один, например, договор ГПХ на услуги, которые оказываются по управлению автомобиля. А другой на аренду самого автомобиля. Если же мы такого разделения не делаем, то у нас есть опасность, что налоговые органы нам посчитают под страховые взносы всю сумму, которую мы начисляем в пользу физлица. И будут апеллировать к статье 420 Налогового кодекса РФ. А спорить это достаточно сложно. Поэтому лучше сразу предусмотреть такой вариант. На самом деле у нас по НДФЛ происходили достаточно большие изменения. Я немножечко напомню. То есть у нас отчетности за первый квартал 2024 года. Если мы в качестве налогового агента выступаем, то мы должны составлять отчетность по новой форме. И, соответственно, эта форма уже утверждена. Мы по ней уже отчитались. То есть мы должны составлять определенную отчетность. В ЕРП у нас реализован учет аренды в соответствии с 25 ФСБУ. То есть это у нас учет аренды. И по нему установлено, что если мы выступаем в качестве арендатора, мы должны действовать определенным образом. Или в качестве арендодателя. Напомню, что у нас этот стандарт обязательный. И обязательный в том случае, если договор аренды заключен на срок более 12 месяцев. Если у нас на срок более 12 месяцев, то мы признаем право пользования активом. И, соответственно, отражаем это уже по-другому. Потому что ППА всегда учитывается в бухгалтерском учете на балансе арендатора. Каких-то других особенностей у нас не предусмотрено. И, в общем-то, сейчас мы с вами переключимся на демобазу и посмотрим раздел внеоборотной активы, где, собственно, и происходит работа с договорами лизинга и аренды. То есть мы, во-первых, в обязательном порядке должны отразить поступление транспортного средства. Соответственно, после заключения договора мы должны отразить поступление транспортного средства. Мы оформляем это актом приема-передачи. Эти акты могут быть самостоятельно разработаны. То есть в этом случае у вас должен быть образец акта, приложен к учетной политике, то есть бланк, который разработан в вашей организации. Ну, можно воспользоваться и стандартными. И, соответственно, мы не обязаны унифицированную форму применять. Но это можно говорить в договоре, например, что применяется вот такая-то форма акта. И, соответственно, здесь нужно иметь в виду, что акт приема-передачи только на транспортное средство. То есть составлять акт об арендных платежах необязательно. Если у нас такое требование не присутствует в договоре аренды. Ну и, соответственно, в этом случае мы должны будем подтвердать свои расходы. И обычно подтвердить расходы проще всего все-таки при наличии акта. Хотя это не обязательно. То есть можно на основании договора, на основании, допустим, графика платежей, на основании платежных поручений. То есть на самом деле подтвердить отчеты можно, расходы можно любым путем. Но самое безопасное, это если мы все-таки составляем акт об оказании услуги. Теперь посмотрим, как у нас это дело происходит на практике. То есть в отношении ERP. Сейчас я слайдик покажу, а потом мы переключимся на саму базу. То есть у нас подраздел внеоборотные активы. И здесь у нас есть блок аренда. И, соответственно, вот он выделен у меня красным. Документы по аренде и по лизингу. Сейчас мы с вами переключаемся. Вот таким образом выбираем подраздел внеоборотные активы. И вот она наша аренда. То есть документы по аренде – это общий журнал документов и договора аренды или лизинга. То есть, соответственно, начинать мы должны с того, что мы составляем договор и смотрим, например, договор аренды и лизинга. Вот видите, у меня журнал всех моих договоров. И здесь по аренде, согласно ФСБУ, у меня достаточно много вариаций. То есть добавление предметов аренды, изменение договора, арендные каникулы. То есть, вот видите, достаточно большой перечень различных видов договоров. Для создания нового договора я через кнопочку «Создать» выбираю, соответственно, договор. И вот здесь сразу указываю, то есть, какой договор у меня – аренда или лизинг. В соответствии с этим меняется последующий заполнение, порядок заполнения и порядок учета операции. Ну, соответственно, название я заполняю такое, какое принято в связи с вашим документооборотом. Там, например, если есть какие-то требования, если нет, так как оно звучит в натуре. То есть договор аренды, транспортного средства, без экипажа и так далее. И, соответственно, здесь заполняю номер договора и дату. И с какого по какому действует договор. Обратите внимание, что здесь предусмотрен статус договора. То есть, соответственно, у меня могут быть несогласованные договора, действующие и закрытые. Естественно, я указываю сторону договора. Видите, красное подчеркивание – это значит поля обязательные к заполнению. То есть, организация – это я выбираю из списка своих организаций. Ну, например, выбираю деловой союз. Ну, соответственно, подразделение. В моем случае это будет, допустим, администрирование. И арендодатель. Ну, арендодатель – у меня физическое лицо. Вот не сотрудник моей организации, а сторонний физический человек. Заполняю его данные. И затем у меня есть закладки. Мы сейчас по ним немножко пройдемся. И потом перейдем к следующим материалам. То есть, это была закладочка основной. Как обычно, на закладке основной делается запись о сторонах договора. Так, я напишу аренда транспортного средства. Так, чтобы оно у меня было. Здесь повторяется наименование, которое я ввела сюда. Да, но вы его можете изменить, поскольку в печатном документе это может быть, например, договор, аренд, номер и так далее. После того, как мы заполнили с вами закладочку основную, мы, соответственно, переходим к следующим закладкам. То есть, у нас параметры договора. Я выбираю, кто я в этом случае, например, арендодатель или арендатор. Ну, соответственно, если я арендатор, то я поставлю вот сюда кнопочку. Вот сюда. Видите, меняется интерфейс. Так, и, соответственно, заполняю расчеты по договору. Обратите внимание, если у меня не заполнена еще информация, то при переходе по гиперссылке у меня появится дополнительная информация. Я сейчас открою просто существующий договор, чтобы не сохранять. Видите, я еще не запомнила, поэтому я не буду сохранять, а использую уже созданные документы. То есть, соответственно, расчет по договору у меня при этом поменялись закладочки. И здесь я вижу группу финансового учета. Я обязательно должна заполнить. Ну, в моем случае у меня уже настроено, но если я сомневаюсь, у меня, например, группа финансового учета не заполнена, то я могу здесь добавить информацию. Теперь у меня закладочка расчеты по договору. И здесь я задаю сведения про этот договор. То есть, график платежей, график начисления, допустим, процентов. Ну, то есть, когда и какая оплата должна быть внесена, про обеспечительный платеж и так далее. Обратите внимание, появилась закладочка предмет аренды. То есть, соответственно, я должна добавить сюда записи по тому, какое транспортное средство у меня присутствует. То есть, сведения о транспортном средстве, которое содержится в техпаспорте. То есть, например, если это грузовой автомобиль, то грузоподъемности, кубатуры и так далее. Ну, то есть, сведения о транспортном средстве. Обратите внимание, здесь у нас транспортное средство. Есть справочник транспортных средств, куда вносится техническая информация. И уже потом заполняется транспортное средство, конкретно которое мы, допустим, используем. И закладочка дополнительная, где у нас указывается, какой конкретно документ мы составляли. Так, сейчас мы это с вами закроем. Нет, не сохраняем. И вернемся к слайдикам на некоторое время. То есть, мы с вами создавали договор аренды. Вот мы посмотрим сейчас вот такой слайдик. То есть, это шаги, которые мы уже с вами проделали. То есть, заполнили поля с красным подчеркиванием. То есть, сведения про стороны своей организации, своего юридического лица. И сведения об арендодателе. Теперь мы переходим, как я уже говорила, на другие закладочки. И заполняем, ну и параметры договора, и расчеты по договору, и учетную информацию. То есть, группа финучета расчетов у нас здесь указывается в отдельном справочнике. Единственное, хочу отметить, что если мы заключаем договор с физическим лицом, то мы выбираем 76.9 счет. Ну, соответственно, заполняем счета, которые соответствуют нашей действительности. Группа финучета, вот у нас на закладочке учетная информация. После того, как мы заполнили подробности, обращаю внимание, обязательно заполняем график платежей. Потому что тогда программа будет автоматически начислять арендную плату и, соответственно, при закрытии месяца выполнять необходимые расчеты автоматически. Собственно, небольшой такой пошаговый, можно сказать, алгоритм, что делать, если мы заключили договор аренды транспортного средства без экипажа. Во-первых, обязательно нужно не забыть поставить на забалансовый учет транспортное средство. Это делается операцией, введенной вручную, например. Поскольку на забалансовых счетах не требуется двойной записи, поэтому мы просто делаем запись по дебету 0.01 счета. Затем, если мы не работаем, не заполнили по какой-то причине договор, то, соответственно, начисляем арендную плату не автоматически. Но здесь обязательно предусмотреть вот что. Что если у нас арендная плата вносится на имя физического лица, которая не является сотрудником, то мы заполняем справочник физические лица, а справочник сотрудники, соответственно, не корректируем, и такое физическое лицо туда не вносим. Когда мы создаем записи для учета НДФЛ, то у нас в этом случае программа связывается со справочником физические лица. Поэтому мы можем составить для данной операции не сотрудника и выбрать просто из справочника физическое лицо запись. Теперь самое интересное касается, есть ли у нас аренда транспортного средства с экипажем. То вот в этом случае у нас дополнительно появляется, считаем, что договор, например, гражданско-правового характера на какие-то дополнительные услуги, которые нам оказывает собственник автомобиля. Ну, например, там управление транспортным средством. Или, если это какая-то спецтехника, то оказание других услуг. Теперь в нашем договоре должно быть очень четко разграничено, что входит в аренную плату. Например, стоянка транспортных средств, мойка, техобслуживание, ремонты и так далее. То есть для того, чтобы обосновать затраты, которые мы несем по этому договору, нам необходимо, во-первых, указать, кто несет такие расходы, потому что может нести и арендодатель, и арендатор. Второе. Если мы указываем, что несет затраты арендатор, то в этом случае для учета того, чтобы мы могли учесть заправки, например, не только ГСМ, там масло, еще какие-то стеклоразмораживающие жидкости, то есть то, что требуется в зимний период, мы должны указать, во-первых, что это за наш счет, а во-вторых, мы должны ввести путевые листы. То есть, соответственно, для учета путевых листов, для учета ГСМ необходимы путевые листы. Для путевых листов у нас сейчас действует отдельный пункт, так сказать, как вы знаете, с прошлого года у нас ведется электронный документооборот по поводу того, что касается транспортных средств, и, соответственно, путевый лист у нас тоже тут электронный. Ну, естественно, мы должны указать, для каких целей мы приобретаем в аренду автомобиль. И, соответственно, ну, если можно указать маршруты, если нет, то, значит, это тоже требует описания. Но путевые листы для учета затрат на горюче-смазочные материалы и материалы, допустим, для ремонта необходимы. Ну, естественно, документы на приобретение топлива, то есть, например, чеки, заправки или еще что-то, что подтверждает покупку топлива. Ну, и если в обязанности арендатора включены также технические, поддержание технического состояния автомобиля, то, соответственно, если какие-то поломки обнаруживаются, то необходимо, чтобы был составлен дефектный акт, то есть зафиксирована какая была поломка, какие требуются запчасти, и акт на списание, если, например, своими силами это ремонт производится. Если это ремонтный организация, то, соответственно, акт о выполнении каких-то ремонтных работ с силами, например, СТО. Путевые листы у нас поддерживаются сейчас в ERP. И, собственно говоря, путевой лист – это один из достаточно сложных документов, по которому были тоже изменения. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу. Вот, и сейчас это мы закроем. Значит, у нас внеоборотные активы, как мы уже сказали, содержат журнал договоров, соответственно, либо договор ФСБУ, либо договор лизинга. Соответственно, ну вот мы сейчас с вами посмотрим вот такой договор. То есть у нас предусмотрена аренда, то есть это цель договора – аренда. Технические данные заполнены. Параметры договора. Здесь, обратите внимание, предусмотрен обеспечительный платеж, ну и, соответственно, параметры аренды, в каком виде учета у нас используются. То есть только в управленческом, в управленческом и регламентированном. Ну, соответственно, даются сведения. И расчеты по договору. И здесь у нас, как вы видите, дается, ну, во-первых, расшифровка стоимости аренды и графики оплат. То есть периодичность оплат. И мы можем вот по гиперссылке провалиться, например, в график оплат. То есть, напоминаю, это когда мы с вами заключаем договор аренды, мы составляем к нему соответствующие графики. Это сделано для того, чтобы в последующем программа могла автоматически начислять арендные платежи и дисконтирование. То есть расшифровка расчета процентов у нас с вами вот поэтому доступна по этой кнопке. И у нас есть отчеты, которые формируются на основании этой информации. То есть мы можем ведомость расчетов по договору вывести и посмотреть. И финансовый учет, как я уже говорила, группа фин... ГФУ, группа финансовых проводок, статья о движении денежных средств. Вот у меня... Здесь я схалтурила и не внесла такую информацию. Но, естественно, она должна быть заполнена, когда вы заключаете договор. должны быть указаны, как услуги отражаются в расходах, аналитика и, соответственно, отражение начисленных процентов в расходах. Вот после того, как мы задали все эти сведения, мы можем переходить к формированию ну, во-первых, путевых листов, а во-вторых, к конкретно работе с документом. То есть у нас в меню продажи есть электронные перевозочные документы и здесь мы можем с вами создавать электронный путевый лист. Это к вопросу о том, что у нас транспортные средства, сейчас учитываются, работа транспортных средств учитывается в электронном формате и, соответственно, электронный путевой лист у нас задается при помощи вот таких документов. Ну, естественно, для того, чтобы путевой лист таким образом учитывался, необходимо подключение к системе учета электронных документов. Снова вернемся к нашим внеоборотным активам. Так, закроем вот эти, чтобы нам не мешались. И, в общем-то, хочу обратить ваше внимание, что здесь есть и информационное сопровождение, как и во всех других конфигурациях. Вызывается оно через кнопку «Еще». То есть, вот, например, у нас есть возможность получить подсказку вот по такой ссылочке, вопросительный знак. Мы попадаем в контекст, ну, справку, как как работать с документом. Но мы можем еще через кнопочку еще выбрать вот такой помощник. И здесь у нас обычно дается уже более подробная справка, то есть по поводу того, как использовать например, конкретный документ. И справка достаточно подробная. как вы видите подробно описаны все сложные моменты этого документа. Так, теперь мы с вами снова переключимся на наши слайдики. И, соответственно, вот какой момент. Значит, если мы с вами правильно заполнили все документы, то есть договор, который заключен на аренду транспортного средства, само транспортное средство и путевой лист, мы можем с вами оперировать вот такими документами. То есть внеоборотные активы, документы по аренде, то есть вот выделение и через кнопочку создать нам достаточно много предоставляется документов на выбор. Сейчас мы снова возвращаемся к этим сведениям. Документы по аренде. И через кнопочку создать вот нам открывается такое меню. То есть, например, поступление услуг по аренде. Мы с вами делаем такой документ. Можем создать документы, если изменения произошли в самом договоре аренды. То есть первоначально мы с вами создаем документ заключения договора аренды. То есть у нас на все случаи жизни, так сказать, есть документы, которые мы можем вызвать. И соответственно выполнение выполнения такой операции регламентированного учета нам уже не требуется. То есть это операция, которая предусмотрена на пожарный случай. В нашем случае таких пожарных мероприятий не существует, если только не нарушен алгоритм заполнение сведений и графиков платежей. То есть в этом случае мы выбираем документы по аренде и создаем например заключение договора аренды, затем поступление услуг по аренде и при закрытии месяца, то есть в этом случае финансовый результат у нас выбирается закрытие месяца и собственно говоря сейчас работает все остальные процедуры выполняются в автоматическом режиме, то есть закрытие месяцев месяца у нас отражает и арендные платежи, признание в налоговом учете арендных платежей. И здесь мы с вами по закладочке по гиперссылке вот можем подробнее выяснить что это такое, перейти в документ и соответственно посмотреть проводки которые возникают и отчеты которые нам здесь доступны. То есть при аренде транспортных средств что с экипажем что без экипажа у нас возникает две задачи. Первое если это аренда без экипажа то соответственно правильно составить договор правильно заполнить график платежей и практически только составить только документы которые сопровождают факт передачи транспортного средства в эксплуатацию и соответственно при закрытии месяца будет автоматически формироваться начисление арендных платежей. А если у нас аренда транспортного средства с экипажем то в этом случае у нас задача распадается на две то есть первое это определить в каких случаях что включается в арендные платежи и составить допустим договор ГПХ с собственником транспортного средства на оказание услуг по управлению автомобилем. Значит у нас кроме этого сейчас мы еще раз переключимся на слайдики наши на самом деле сейчас вот так сделаем то есть если мы делаем в конце месяца допустим документ поступления услуг по аренде то соответственно у нас вся информация будет указана документы и расчеты и мы по этой ссылочке можем перейти и все это посмотреть если все правильно заполнили ничего не пропустили и нигде не схалтурили то соответственно у нас по закладке начисления нам доступна кнопочка заполнить и у нас все в автоматическом режиме будет выполнено и как я уже говорила то есть мы можем изменить условия добавить например какие-то подробности ну то есть вот доступно вот по этой кнопке внесение исправлений и изменений то есть самая основная задача грамотно заполнить договор напомню еще раз что по договору мы можем предусмотреть за счет арендодателя выполняются например транспортные например транспортные расходы на ГСМ на ремонт на стоянку на мойку или за счет арендателя арендатора соответственно если за счет арендатора то арендатор должен иметь подтвердающие документы что оплата проведена и подтвердить эти документы то есть это будут расходы по обычным видам деятельности а вот теперь мы с вами поговорим что по поводу электронных перевозочных документов как я уже сказала у нас поддерживается работа с электронными перевозочными документами и поддерживается она начиная с версии 2.5.12.95 но напомню где мы можем посмотреть эти сведения это вот такая пиктограммка и сведения о программе вот у нас с вами какой релиз нашей платформы и вот конкретно какой релиз конфигурации мы с вами смотрим на 2.5.15 на самом деле это не самый последний релиз сейчас уже существует и 2.5.17 то есть с учетом самых последних изменений ну допустим то что касается аренды транспортного средства в этом релизе уже учтено и мы можем это использовать но стоит напомнить что предусмотрена сейчас глобальная реформа глобальная так сказать налоговая реформа и изменений будет достаточно много они ожидаются в течение летних месяцев в сентябре и соответственно нужно следить за тем какие изменения будут внесены потому что то что анонсировало наше правительство это будет касаться всех разделов учета и НДС и упрощенки и соответственно состава затрат то что будет входить и с какими ставками поэтому следить надо за актуальностью релизов и за актуальностью в общем-то самих нормативных актов значит сейчас мы с вами смотрим еще и естественно электронные перевозочные документы у нас будут дальше развиваться то есть будут добавляться новые электронные документы и нам необходимо для того чтобы использовать возможность этого обмена подключать подключиться к сервису например 1С ЭДО то есть в этом сервисе делается настройка электронными документами то есть вы видите на экране как это сделать это у нас раздел НСИ и администрирование обмен электронными документами сейчас мы с вами переключимся вот НСИ и администрирование обмен настройки интеграции и обмен электронными документами то есть соответственно нам нужно настроить вариант настроить возможность обмена и дальше собственно говоря продолжать уже работать с электронными документами документами теперь у нас еще предусмотрена работа то есть интеграция не только с электронными например путевыми листами но и с другими документами сейчас мы снова посмотрим то есть у нас электронный путевой лист мы уже смотрели электронный заказ и электронный договор фрахтования то есть если вы аренду автомобиля предусматриваете коммерческих целей то соответственно возможно электронные заказы формируете и электронный договор фрахтования ну если допустим формируется формируется вы используете транспортное средство например только для административных целей ну например доставка или перевозка руководства ну то соответственно электронный путевой лист обязательно для подтверждения затрат а уже заказы или заявки в зависимости от того как построен ваш бизнес процесс немножечко про электронный путевой лист я уже показывала вернее то есть это у нас раздел продажи электронные перевозочные документы и мы с вами здесь в этом случае формируем электронный путевой лист и соответственно указываем какие в нем сведения то есть время выезда маршрут показания спидометра требуется или не требуется указывать ну и собственно говоря другие подробности которые касаются таких сведений и если мы используем электронный путевой лист то в этом случае мы должны сделать настройки необходимо создать электронную подпись если она у вас еще не использовалась ну то есть подключиться к системе документа оборота и обратите внимание на путевой лист то есть здесь у нас необходимо заполнять сведения про медосмотр про техобслуживание и про показания спидометра то есть соответственно мы показываем эти сведения уже при первичной настройке электронного документа оборота так и теперь мы с вами снова вернемся к нашей демо-базе и поговорим вот про что то есть мы с вами смотрели внеоборотные активы здесь у нас то что касается договора по аренде или лизингу и на самом деле здесь у нас с вами есть еще несколько отчетов на которые стоит обратить внимание соответственно если мы говорим про аренду транспортного средства то у нас в этом случае может использоваться документы принятия к учету основного средства и соответственно списание или выбытия от МЦ то есть мы с вами используем принятие к учету основного средства и в этом случае возникают вот такие документы то есть у нас ну например вот объект эксплуатации и в нашем случае будет объект эксплуатации это транспортное средство и соответственно мы можем составлять такие документы так значит вы сейчас видите окончательное закрытие месяца то есть у нас при закрытии месяца мы можем выбирать окончательное закрытие или предварительное закрытие и соответственно предварительное закрытие это касается того момента что себестоимость не пересчитывается не пересчитывается себестоимость а остальные счета затратные закрываются и окончательное закрытие это с пересчетом себестоимости товара материальных ценностей и уже окончательное формирование финансовых результатов и признание допустим налоговых аренд платежей и так далее то есть наличие окончательного закрытия и предварительного закрытия это у нас с вами такая особенность которая существует в текущем релизе при закрытии месяца и практически все наши расчеты выполняются автоматически еще один момент который нужно учитывать то есть собственно говоря закрытие месяца это уже итоговый документ и функции бухгалтера здесь сводятся только к диспетчерскому диспетчерской так сказать службе есть еще несколько сервисов которые мне хотелось бы вам показать ну во-первых это регламентированный учет и у нас сервис 1С отчетных то есть у нас есть блок 1С отчетность и сервис 1С отчетность если мы переходим например регламентированные отчеты в общий журнал документов то программка себе сейчас похвалит вот как вы видите подробнее по сервису можно почитать по гиперссылке и подключиться к нему но собственно в двух словах это возможность напрямую обмениваться с сайтом налоговых органов и СФР напрямую информации это сервис который доступен если у вас подписка ИТС проф то для одного юрлица вы бесплатно его можете подключить а если ИТС техно то только за денежку денежка правда дружественная там порядка 4800 рублей но на самом деле в общем-то если по месяцам то вполне дружественная сумма и этот сервис позволяет позволяет не только получать допустим там переписку уведомления требования но и соответственно отправлять отчеты которые формируются для разных фискальных органов к сожалению наше время уже подошло к концу я переключаюсь снова на наши вот такие на наш титульный лист и хочу напомнить наши контакты наши телефоны контактные телеграм контакты и адрес нашего сайта мы будем очень рады оказаться вам полезными мы выполняем весь комплекс на работ по программам 1С так что приглашаю вас к сотрудничеству всего доброго надеемся на новые встречи субтитры